День народного единства Строительство подходит к завершению Сельскую администрацию, клуб и библиотеку Примет под свое крыло новое здание в селе Дменис Скоро центр столицы украсит еще одно современное здание Строительство четырехзвездочной гостиницы «Ирестон» идет согласно плану Сегодня в России отмечается День народного единства Новый государственный праздник впервые отмечен 4 ноября 2005 года И учрежден в память о событиях 1612 года Тогда во всенародном ополчении, в освобождении русской земли от иноземных захватчиков Участвовали представители всех сословий и всех народов, входивших в состав русской державы Агунда Губозова об истории праздника 4 ноября в России отмечается праздник День народного единства Это относительно молодой праздник, официально его внесли в праздничный календарь в 2005 году Введен он в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение, возглавляемое Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским Освободило Москву от интервентов, положив конец смутному времени Ополченцы штурмом взяли Китай-город, вступив туда с иконой Божьей Матери Позднее, в 1649 году, царь Алексей Михайлович распорядился отмечать День казанской иконы Божьей Матери не только летом Но и 22 октября по юлианскому календарю, что соответствует 4 ноября в Григорианском календаре И уже в 2005 году этот праздник был переименован И сейчас россияне 4 ноября отмечают День народного единства 4 ноября одна из тех дат в истории, которая символизирует героизм и сплоченность многонационального народа России В борьбе за независимость и целостность государства Несмотря на то, что после тех событий прошло более четырех веков, величие подвига не меркнет Любовь к отечеству объединила людей различных национальностей и сословий И они положили конец смутам, раздорам, предательству Удалось изгнать из Москвы интервентов, восстановить прочную власть И не позволить польско-литовским войскам разрушить свое государство В Российской Федерации проживают представители самых разнообразных народов Ежегодно в этот день проводятся масштабные мероприятия Концерты, митинги, шествия в центре столицы И все это проходит под одним лозунгом Мы едины Всенародный праздник призывает людей не только вспоминать важнейшие исторические события Но и напоминать гражданам многонациональной страны важность сплочения Ведь вместе, двигаясь в одном направлении, можно справиться с трудностями и преодолеть препятствия День народного единства стал сегодня одним из символов обновленной России Говорится в поздравительном послании президента Южной Осетии Анатолия Бибилова В адрес президента Российской Федерации Владимира Путина По случаю Дня народного единства Анатолий Бибилов пожелал президенту России крепкого здоровья, счастья и благополучия А всему народу Российской Федерации мира, добра и процветания Поздравительный адрес с Днем народного единства На имя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева Направил и премьер-министр Южной Осетии Эрик Пухаев В Национальном музее Южной Осетии открыта экспозиция Россия-Осетия навеки и вместе Представленные документальные свидетельства связаны с приемом первых послов Осетии в Санкт-Петербурге 270 лет назад Они имеют историческое значение и являются основой дружественных связей которые продолжают укрепляться между нашими странами Более 100 страниц из указов Ее Императорского Величества Елизаветы II выставлены в экспозиции Национального музея Россия-Осетия навеки и вместе Копии уникальных документов являются свидетельствами исторических событий связанных с приемом первых послов Осетии в Санкт-Петербурге 270 лет назад Материалы переданы нашему музею Министерством иностранных дел Республики Их удалось получить из архива внешней политики Российской империи при содействии чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Южная Осетия Марата Кулахметова Эти документы имеют для нашего народа особое историческое значение подчеркнул президент, поблагодарив посла России Конечно, хочу выразить благодарность народу Министерству за такой подход серьезный, ответственный для того, чтобы мы сегодня здесь в музее выставили, посмотрели и ознакомились наши люди народ Республики Южная Осетия с этими историческими фактами Это важно, важно исторически, это важно для понимания серьезности тех процессов, которые тогда происходили И это важно для нас, для Этмоса Осетинского как для людей, которые, конечно же, должны и обязаны знать свою историю ценить свою историю и продолжать, конечно же, опять-таки те шаги, которые и сегодня мы должны делать по максимальной интеграции с нашей, в принципе, Большой Родиной Российской Федерацией Эти документы являются свидетельством единения России и Осетии считает Марат Кулахметов 270 лет назад была заложена прочная основа взаимоотношения которые продолжаются и крепнут сегодня 270 лет мы идем оба, оба, два государства, два народа Сегодняшнее показывает, что оно только крепит с каждым годом Я надеюсь, что сегодняшняя экспозиция продемонстрирует, что 270 лет назад тот стат, который был дан, он показал, что эти годы прошли не зря Вот все, что есть сейчас в Южной Осетии, это результат нашего совместной работы нашей жизни, нашего творчества К юбилею создания посольства Министерства иностранных дел республики выпустила медаль Зураб Макката и Растунафетсогминявор Варасе Награды были вручены президенту республики, послу России премьер-министру и представителям Приднестровской Молдавской республики Директор музея провел для гостей экскурсию показав, чем пополнился музейный фонд Удалось перевести один из документов со старорусского на современный В указе, в частности, расписаны организационные мероприятия для приема послов их размещение, предоставление жилья и довольствия Указ Ея Императорского Величества самодержицы Всероссийской исправительствующего Сената коллегии иностранных дел позволено осетинского народа желавшим из старшин знатным не более пяти человеком служителями их ехать в Россию Экспозицию доработают Каждый документ будет представлен отдельно с переводом на современный русский язык Для этого привлекут специалистов Экспозиция Россия-Осетия навеки вместе будет действовать здесь на постоянной основе Любой желающий может прийти сюда и посмотреть воочию эти уникальные исторические документы Кроме того, руководство музея планирует проводить здесь лекции для студентов и учащихся школ республики Роза Тедеева, Сармат Кузитаев Информационный выпуск Сегодня Специалисты отмечают, что переход на цифровое телевещание уже подходит к завершению Однако граждане республики не в полной мере получают качественный сигнал Связано это с установкой на высоте паук нового оборудования, которое пока работает в тестовом режиме Передатчики приходится монтировать По этой причине сигнал часто пропадает Анжела Кукоева продолжит тему В 2018 году началась реализация инвестиционной программы по переходу с аналогового на цифровой телесигнал Это позволит улучшить качество изображения и звука Но жители страны пока не смогли в полном объеме получить высококачественный сигнал Проблема связана с проводимыми работами на главной телевизорке паук Здесь специалисты монтируют новое оборудование которое позволит в ближайшее время получить телесигнал в цифровом формате Мы установили новое оборудование и оно пока работает в тестовом режиме Специалисты на высоте паук монтируют новые передатчики По этой причине сигнал часто пропадает В таких случаях нужно поставить телевизор на автопоиск Пусконаладочные работы завершатся в конце ноября Переход на цифровое телевещание уже подходит к завершению В районах установлены антенномачтовые сооружения откуда цифровой сигнал поступает в села В управлении телерадиосети заверяют после окончания всех работ по всей республике возобновить совещание без помех и отключений Нам уже удалось реализовать 95% инвестпрограммы Цифровой сигнал получили в Ленингорском районе в Дзавском, в городе Квайса и в Знаурском районе Благодаря цифровому сигналу жители республики смогут смотреть в идеальном качестве 22 телеканала в их числе и местный канал Анжела Кукоева, Заур Устаев, Катима Кумаритова информационный выпуск сегодня Строительство новой гостиницы Ирестон ведется по плану Рабочие приступили к облагораживанию фасада одновременно ведутся внутренние отделочные работы Совершить планируют к концу текущего года с учетом всех современных требований Стейла Бязрова расскажет подробности Совсем скоро центр города украсит еще одно современное здание Строительство четырехзвездочной гостиницы Ирестон идет согласно графику Активными темпами ведутся внутренние отделочные работы Красят стены, потолки, устанавливают кафель На новой неделе начнется поклейка обоев в номерном фонде гостиницы В эти дни строители приступят к облицовке фасада гостиницы Все необходимые строительные материалы для этих работ уже привезли Согласно проекту облик фасада воссоздается в прежнем архитектурном стиле По фасаду это установка кронштейнов для установки декоративных элементов фасада Это у нас карнизы, пилястры, колонны Подготавливаем основание под благоустройство Через неделю начнем, планируем начать укладку площадки Фасад, души, он сохранится, все элементы, памятники будут установлены Трехэтажное здание гостиницы вместит в себя 43 номера Среди них два люксовых и один специальный номер для инвалидов На третьем этаже будет располагаться президентский номер Согласно проекту в гостинице также будут конференц-зал, ресторан, фитнес-центр, салон красоты В здании будет функционировать лифт Одним словом, гостиница строится согласно всем современным стандартам и требованиям Объект планируют сдать в эксплуатацию в конце года По срокам сдачи у нас до конца года сдачи объекта Всеми темпами мы пытаемся это Общая площадь гостиницы 6400 квадратных метров Все работы выполняет северо-остинская компания и турист Алания Стала Бязрова, Замат Кудзиев, Оксана Таттаева, информационный выпуск сегодня В духовной и культурной жизни Осетии произошло уникальное и радостное событие В свет вышел нотный сборник остинских церковных песнопений Выход в свет из здания – это важнейшая ступень к возрождению литургии на остинском языке И, несомненно, историческое событие для всего остинского народа Презентация состоялась в Храме Рождества Пресвятой Богородицы В соборном храме Рождества Пресвятой Богородицы состоялась презентация нотного сборника Осетинских церковных песнопений Песнопения Божественной Литургии на ландском языке Это уникальное и радостное событие в духовной и культурной жизни Осетии Тексты Божественной Литургии положены на мелодии замечательного композитора Лауреата Государственной премии Республики Южная Осетия имени Коста Хитагорова Заслуженного деятеля искусств РСУ Аланья Народного артиста Республики Южная Осетия Анисима Дзаттыатэн Государственный мужской хор национальной песни при президенте Под руководством Анисима Дзаттыатэ исполнил пять песнопений, которые вошли в сборник Сэгдэк Ходсаудавэнзорам Модымойрам Уостерджи Вацарамбунта Мероприятие собрало представителей интеллигенции, культуры, духовенства Было отмечено, что выход в свет сборника – это важнейшая ступень к возрождению литургии на осетинском языке И, несомненно, историческое событие для всего осетинского народа Сборник вышел тиражом в сто экземпляров Отец Яков отметил, что книга будет распределена по храмам, где службы проходят на осетинском языке Также подчеркнул, что теперь службы будут проводить на двух языках Результат вот этой работы, вот в этой скромной книге Вот здесь, вот здесь запечатлена Аланская литургия Многие чуть-чуть ошибаются и думают, что это только достижение того, что она на осетинском языке Но нет, самое главное достижение этой книги, что вот эти молитвы на осетинском языке Мы положены на мелодию, которую написал наш композитор, но который основывался и брал за основу наши народные мелодии И она уникальна, однозначно в своём существовании, этого больше нигде нет Нотный сборник осетинских церковных песнопений издан в Осетии впервые Анисим Дзатета отметил, что родился в горах, помнит, как возносились молитвы Всевышнему на родном языке Я думаю, что осетин в минуту душевной тревоги возносит молитву на родном, а не на других языках Я долго работал над переходами песнопения Если в нашем храме будет слышна осетинская речь, песня и молитва, то это будет способствовать сохранению родного осетинского языка Министр культуры Жанна Засеева подчеркнула, что возьмут на себя ответственность и запишут песнопения на диски На презентации книги присутствующие выразили благодарность автору и всем, кто поработал над сборником Мы открыли новую страницу в нашей истории Многое творится, но сегодня мы должны ощутить вот это чувство, что действительно в нашей истории началась какая-то новая, в нашей культуре открыта новая страница Алена Оттаева, Азиз Пагаев, Оксана Таттаева, информационный выпуск сегодня К концу месяца в селе Дменис Хинвальского района в новое здание перейдут сотрудники сельской администрации, клуба и библиотеки Новое здание практически готово Предстоят благоустройство территории и оснащение кабинетов Строительство нового здания было возобновлено на бюджетные средства и проходит в несколько этапов Сельскую администрацию, клуб и библиотеку примет под свое крыло новое универсальное двухэтажное здание, строящееся в селе Дменис Хинвальского района Почти все работы завершены, объект строится в два этапа В этом году отремонтирован первый этаж здания Сюда перейдут сотрудники местной администрации, отдела культуры и участковые инспекторы Кабинеты будут оснащены всем необходимым, имеется индивидуальная отопительная система Строительство нового здания возобновилось на бюджетные средства и проходит в несколько этапов Так как у районных властей нет возможности в короткие сроки полностью завершить работы, требующие значительных финансовых затрат Изначально в селе Дменис предполагалось построить здание для местного отделения милиции Строительные работы начались после войны 2008 года в рамках комплексного плана восстановления республики Однако они были выполнены лишь наполовину и приостановлены Несколько лет объект простоял в недостроенном виде Впоследствии было решено возобновить работы, но переквалифицировать строящийся объект Увеличить его площадь и сделать многофункциональным Двухэтажное здание с подвальным помещением подвели под кровлю Весной строители приступили к внутренней отделке Выполнены монтаж электропроводки, штукатурка стен, стяжка полов Установлены пластиковые окна и двери Остались последние штрихи в работе Потом уборка кабинетов, прилегающие территории, оснащение рабочих кабинетов И уже в конце ноября мы переедем в новое здание На втором этаже предусмотрены просторный актовый зал и раздевалки Таким образом создаются благоприятные условия для работы клуба и сельсовета Где будут проводить концерты и встречи с населением Роза ТД, Варегина Черткоева, Олимпе ТФ, информационный выпуск сегодня За два года клиника гематеза рекомендовала себя с лучшей стороны Она работает по инновационным стандартам в области диагностики В этом году запускается новая программа обучения врачей на бесплатной основе По словам гендиректора, уже в этом месяце коллектив пополнится новыми специалистами Клиника гематез функционирует в столице республики два года И является популярной среди граждан На сегодняшний день клиника гематез может провести более трех тысяч видов анализов В том числе общеклинические, биохимические, микробиологические и гормональные исследования Онкодиагностика и другие виды анализов Не так давно в клинике открылся и кабинет УЗИ Которым заведует специалист УЗИ диагностики Надежда Губьева Ранее работавшая в одном из московских клиник Мы с этого года внедряем УЗИ Основной приоритет наш привлечение молодых специалистов Которые прошли обучение и становление в крупных городах России Мы хотим, чтобы все наши специалисты возвращались И наша республика посвятала Поэтому сейчас к нам вернулся специалист УЗИ диагностики Губиева Надя А с 13 ноября мы ждем еще одного специалиста Тоже с хорошим опытом И который будет тоже работать у нас Для современной лаборатории, работающей по инновационным стандартам В области диагностики Привлечение молодых и профессиональных специалистов Является приоритетной задачей Отмечает гендиректор гематеста Лания Олеся Алборова Идея открытия этой лаборатории пришла мне из-за острой необходимости в анализах Не в простых анализах Иногда нужны какие-то уточняющие Сотрудничество с лабораторией гематеста дает широкий спектр анализов Которые нельзя сделать на основании лабораторной диагностики в республике Южная Осетия На данный момент мы можем выполнять около 3000 анализов различных Поэтому у докторов появился новый реальный инструмент в работе И у них появились новые возможности По словам генерального директора гематеста Лания С середины ноября коллектив пополнится еще одним высококвалифицированным сотрудником Целью моей лично как специалиста, как человека, живущего в Южной Осетии Это привлечение как можно больше молодой, талантливой молодежи в Южную Осетию Для этого у нас все есть Нам просто нужно их приглашать и развивать нашу медицину Олеся Алборова рассказала о том, что российская диагностическая лаборатория Уделяет немалое внимание достижениям медицины Возможность участия в обучающих проектах компании Также предоставлена и медикам из Южной Осетии Кендиректор также рассказала о новых идеях компании Гематест в плане обучения специалистов в области диагностики В этом году гематест запускает новую программу обучения по скайпу Врачей это абсолютно бесплатно Для всех врачей, которые желают поучаствовать Гематест приглашает и обучает их всем новинкам И всем лабораторным анализам, которые появляются в мире первыми Из положительных качеств того, что мы сотрудничаем с гематестом Является то, что гематест развивает медицину И старается вкладывать в медицину больше Например, в прошлом году мы приглашали ведущих специалистов Южной Осетии Ездили на конференцию, посвященную онкодиагностике Врачи были очень довольны и подчеркнули для себя много знаний Эльвира Дебилова, Арсень Гассиев, информационный выпуск сегодня Информационный выпуск продолжают новости спорта Югостинский спортсмен Суслан Гассиев стал серебряным призером чемпионата мира по армрестлингу Он провел 10 схваток в весовой категории до 100 килограммов Из них в 9 одержал победы Среди поверженных соперников Суслана представители Турции, Египта, Армении и Грузии 22-летний спортсмен в этом году из юниоров перешел во взрослый спорт Как отметил тренер Валерий Джоев, на чемпионате Суслан выиграл представителя Грузии Эльчина Бенатова Которому уступил на чемпионате Европы В этом году Гассиеву удалось стать чемпионом России А на чемпионате Европы стать вторым На этом наша программа подошла к концу Я Ирина Джоева, желаю вам всего доброго и до свидания Субтитры создавал DimaTorzok